Новогодние каникулы для спасателей – жаркая пора. Это и обеспечение безопасности на массовых гуляниях и дежурство на водоёмах. Существует и большой риск пожаров из-за праздничной иллюминации, которой украшены дома и улицы. В целом были прикрыты все места проведения новогодних мероприятий, происшествия в местах проведения празднования, а также это как детские, образовательные и культурные организации, так и места с массовым пребыванием людей не допущено. В первые дни Нового года в Ульяновской области произошло 28 пожаров. Это, как отмечает в МЧС, ниже аналогичного показателя в 2021 году на 10 пожаров. К сожалению, не обошлось без жертв. Огонь унёс жизни трёх человек. В среднем в праздничные дни спецслужбы регистрировали по 4-5 техногенных пожаров в сутки. Основными причинами пожаров явилось неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и отопительных печей. Как показывает статистика, причинами остановения пожаров в первую очередь является несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности. Не курить дома, не перегружать электросети, следить за состоянием электропроводки и, конечно, не оставлять без присмотра электроприборы. Элементарные правила могут спасти жизни. В выходные сотрудники региональной МЧС продолжали профилактическую работу с населением. Упор на частный сектор. С жильцами проводили разъяснительную беседу и вручали памятки с указанными номерами экстренных служб. Пожары не разводить, огни открытые на территории участка. Мы всё знаем. Следить за газом, за электричеством. Ну да, у нас всё в порядке. Ну и детей не оставлять. Ещё одна головная боль спасателей зимой – водоёмы. Рыбаков и просто любителей покататься на коньках или прогуляться по льду не счесть. За любителями подлёдного лова следят тщательно. Спасатели патрулируют акватории на судне с воздушной подушкой «Хивус». С каждым также беседуют и напоминают о правилах безопасности. Ещё одно излюбленное место ульяновцев – участок Свияги у торгового центра «Аквамол». На льду не только рыбаки, но и те, кто срезает путь к магазину, выбирая дорогу не по мосту, а по реке. Сотрудниками ГИМС проводятся регулярные рейды по водным объектам для предупреждения гибели людей на воде. Работа с рыбаками, предупреждение, их инструктаж, информирование, как правильно себя вести на льду в экстренных случаях. Инспекторы ежедневно замеряют толщину льда на водоёмах. На данный момент гидрологическая обстановка в норме. Однако, прежде чем выйти на лёд, нужно учитывать прогноз синоптиков и ещё раз вспомнить правила безопасности.